Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 114. Нам нужно доказать, что в равных треугольниках медианы, проведенные к равным сторонам, равны. Тогда возьмем два треугольника ABC и MNK и запишем данную. Треугольник ABC равен треугольнику MNK. И пусть в этих треугольниках сторона AC первого треугольника равна стороне MN второго треугольника. Тогда проведем медианы к этим сторонам. В первом треугольнике это будет BM, во втором – KP. И запишем. BM и KP – это медианы. медианы, проведенные к равным сторонам, в равных треугольниках, как и сказано в условии. И нам нужно доказать, что BM равно KP. Итак, треугольник ABC равен треугольнику MNK. Что это значит? Это значит, что стороны треугольника ABC соответственно равны сторонам треугольника MNK. И нам известно, что сторона AC треугольника ABC равна стороне MN. Тогда чему равна сторона AB первого треугольника? Она может быть равна стороне NK второго треугольника. А может быть AB равна стороне MK второго треугольника. Получается, у нас два варианта. Давайте рассмотрим оба. Первый вариант и второй вариант. Ну, начнем с первого варианта. Итак, AB равно NK. Тогда третья сторона треугольника ABC. Ну, третья, потому что сторона AC равна MK. Сторона AB равна NK. А тогда третья сторона BC будет равна третьей стороне треугольника MNK. Это будет сторона MNK. Тогда, если треугольники ABC и MNK равны, то в них напротив равных сторон лежат равные углы. Напротив стороны BC треугольника ABC лежит угол A. А напротив стороны MK в треугольнике MNK лежит угол N. Значит, эти углы равны. Тогда рассмотрим треугольники. Треугольник ABM и треугольник PNK. В этих треугольниках AB равно NK. В этих треугольниках угол A равен углу N. Ещё раз смотрим сторону AM треугольника ABM. Она равна, очевидно, половине стороны AC, поскольку BM – это медиана, и медиана делят противоположную сторону на два равных отрезка. Тогда AM равно 1 второй от AC. А во втором треугольнике у нас PN равно 1 второй от MN, поскольку KP – это тоже медиана. Но у нас отрезок AC равен отрезку MN. Значит, тогда AM равно PN. То есть AM равно PN. Получается, в этих треугольниках у нас две стороны и угол между ними равны двум сторонам и углу между ними второго треугольника. Значит, по первому признаку равенства треугольников эти треугольники равны. А раз равны треугольники, то тогда равны их третьи стороны. Это BM. И во втором треугольнике это KP. Это первый вариант мы рассмотрели. Теперь второй вариант. Во втором варианте мы предположили, что сторона AB равна стороне MK. Тогда, раз сторона AB равна стороне MK, то сторона BC первого треугольника равна стороне NK второго треугольника. И напротив равных сторон лежат равные углы в равных треугольниках. Напротив стороны BC в первом треугольнике лежит угол A, а напротив стороны НК лежит угол М, и эти углы равны. Тогда рассмотрим треугольники. Треугольник АБМ и треугольник ПМК. В этих треугольниках АБ равно МК, то есть угол А равен углу М, а сторона АМ первого треугольника равна стороне ПМ, поскольку ПМ – это тоже половина стороны МН. Тогда по первому признаку равенства эти треугольники равны. А раз равны треугольники, то равны их третьи стороны. Значит, ПМ – это третья сторона первого треугольника, равна КП третьей стороне второго треугольника. Получается, что и в первом, и во втором варианте мы показали, что ПМ равно КП, что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.